Привет, с вами Каска. В этом видео я вам расскажу как слегка повысить FPS в Atomic Hard, а также избавиться от лагов и фризов. Оптимизация в этой игре мое почтение, в принципе тут и нечего оптимизировать. Покажу лишь два пресета настроек графики для слабых систем и для более мощных, которые на картинку практически не влияют, но при этом повышается FPS. Ну и конечно же небольшая оптимизация и настройка винды под саму игру. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Еще где можно приобрести лицензионные проверенные ключики на винды с 10, 11, может быть офис или вообще антивирус, рекомендую своих надежных друзей из интернет-магазина L-Store. Цены абсолютно доступные, часто происходят скидки и акции. Оптимизация начинается с чего? Правильно, с чистой лицензионной винды. Ссылочка на магазин с ключиками будет в описании. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем опции, вкладка экран. Полный экран, ставим полный, экран, ограничение FPS, тут по желанию я ставлю на 144. Разрешение. Для средних и выше ПК оставляем по дефолту, то есть по соотношению к твоему монитору. Если вдруг у тебя очень слабый ПК, у тебя есть большое желание поиграть, можешь конечно же понизить само разрешение. Допустим у нас в Full HD мы ставим 1680 на 1050, либо же еще меньше. Самое легендарное разрешение, которое бустит очень много кадров, но при этом картинка очень сильно ухудшается, это 1280 на 720. Зато при таком разрешении практически любая система подтянет эту игру, хотя бы в каких-нибудь 30 фпс. Переходим на качество и начинается самое интересное. Первый присед будет касаться более-менее мощных видеокарт, такие как 2070, 3060, либо их аналоги от AMD. На фпс никак не влияет, поэтому оставляешь либо высокие, либо максимальное значение, как тебе больше нравится. Размытие в движении, разница между выкол и макс 2-3 кадра. Анти-алиазинг, разница между TAA высокая и отключить около 20 кадров. Но самое интересное то, что пресет среднее и высокое абсолютно одинаковые по фпсу. Поэтому если ты и включаешь анти-алиазинг, то ставишь только высокое. Ставить среднее по сути нет смысла. Супер разрешение DLSS, бустит очень много кадров на самом-то деле и это замечательно. В моем случае при пресете качества, в среднем на кадров 40-50 повышается фпс. При этом, что картинка вообще никак не ухудшается. Я уже даже приближал, смотрел где там хоть какое-то мыло будет. Нет, по сути все очень даже достойно. Если у тебя есть поддержка DLSS, ставь конечно же на качество. Потому что у меня в среднем 100-120 фпс, но есть локации, есть сценки, где понижается до 80. В этом случае нам конечно же помогает DLSS. Генерация кадров DLSS я не тестировал и по всей видимости не смогу сделать тесты. Потому что функция, как я понял, работает на 40-й серии. Поэтому я лично пропускаю. Nvidia Reflex. Boost кушает 5 фпс, вкрыл 2-3 кадра. Если твоя видеокарта не поддерживает DLSS, у нас здесь есть FidelityFX Super Resolution. FidelityFX с пресетом качества повышает на 10-20 кадров больше, чем тот же DLSS. То есть DLSS нам дает вкупе 40 кадров, а FidelityFX около 50-60. Но картинка уже чуть-чуть ухудшается. Здесь нет почему-то пресета ультра качества для FidelityFX. Качество анимации. Разница между низкий и max 2-4 кадра. Если поставить уже среднее либо высокое, разница по количеству кадров у нас уменьшается. То есть самое большее у нас кушает, конечно же, это max и ultra. Высокий можно ставить спокойно для всех систем. Тени. Кушает около 15 кадров. Как и всех остальных, низкие, средние и высокие, разница плюс-минус одинаковая. Поэтому для более-менее видеокарт будет смысл ставить высокие. Рассеянное затенение. Кушает около 5-8 кадров. Здесь я тоже оставляю на высокое значение. Визуальные эффекты. 2-3 кадра. Забирает у нас максимальное значение. Ну, я оставляю на max. Для более слабых систем можешь поставить среднее либо высокое. Количество объектов. Кушает около 5-7 кадров. Материалы. Тоже кушает около 5-7 кадров. Оставляем на высокое. Объемный туман. Он уже кушает около 8-10 кадров. Я оставляю на среднее значение. Постобработка. Вот этот параметр графики кушает неплохо так фпс. Разница между низкий и max около 40 кадров. Самое интересное, что если мы выберем низкое, среднее либо высокое, то по фпсу абсолютно будет все одинаково. Поэтому ставить низкое либо среднее вообще нет смысла. Ставишь сразу высокое. Текстуры. На фпс не очень сильно влияет, по-моему, 2-4 кадра. Но тут по большей части важнее это объем видеопамяти. Если у тебя 4 гига и меньше, ставишь средний либо низкий. Если у тебя более 4 гига, ставишь высокий, ультра либо макс. Анизотропия текстур. Кушает около 2 кадров. Я оставляю на 8. Качество геометрии. В моем случае забирает 1-2 кадра. Я оставляю на высокий. Качество растительности. Около 5 кадров. Здесь я выбираю пресет средний. Потому что есть локации, которые та же растительность потребляет уже больше кадров, чем изначально. Скорость жесткого диска SSD. Кэш шейдеров. Как здесь написано, так и в принципе оставляем. Первый пресет у нас получается как-то так. Пресет номер 2. Уже для более слабых видеокарт. Глубина резкости. Выключаем. Размытие. Выключаем. Антиалиазинг. Отключить. FidelityFX. Ставим на значение качество. Качество анимаций. Выбираешь низкое либо среднее. Тени. То же самое. Низкое либо среднее. Рассеянное затенение. Низкое. Визуальные эффекты. Высокое. Количество объектов. Низкое. Материалы. Тут по желанию низкое, среднее либо высокое. Объемный туман. Выключаем. Постобработка. Ставишь все эти настроечки и уже в последнюю очередь тестишь постобработку. Если низкое, среднее и высокое, как в моем случае, на FPS никак не влияет, то ставишь среднее либо высокое. Текстуры. Как я говорил ранее, зависят от объема видеопамяти. Анизотропия текстур. Оставляешь, по сути, для всех видеокарт на восьмерку. Качество геометрии. Низкое. Растительность тоже низкая. Второй пресет у нас получается как-то так. А теперь перейдем на рабочий стол. Для небольшой оптимизации и настройки винды под саму игру. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте. С твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Посток настроили графику в самой игре. Мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть 3 папки, настройка видеокарты, очистка и твики реестра. А также приложение MSI Mod и схема питания. Как раз таки с нее и начнем. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду. Нажимаем pkm, копировать. pkm на пуск. Windows PowerShell Adminstrator либо командная строка. Да. Ctrl плюс V и Enter. Закрываем. Закрываем. Открываем ярлык схема питания. Показа доп. схемы. И ставим галочку на максимальная производительность. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. У кого игра в стиме, открывайте стим. Библиотека. Представим, что это у нас Atomic Heart. pkm. Свойства. Локальные файлы. И обзор. У меня лицензия от подписки Xbox Game Pass. Открываем папку Atomic Heart. Контент. Еще раз папка Atomic Heart. Binarios. WinGDK. И здесь у нас есть приложение Atomic Heart. Нажимаем pkm. Свойства. Совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее изменить параметры высокой DPI. И ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ok. Применить и ok. Копируем путь к самому приложению. Нажимаем pkm. Копировать. В нашем архиве открываем аппаратное ускорение. Если твоя система поддерживает аппаратное ускорение, тогда можешь его включить. После всех этих настроек не забудь сделать перезагрузку своей системы. Нажимаем обзор. Вставляем наш скопированный путь. И приложение Atomic Heart нам нужно добавить. Нажимаем pkm на пуск. Диспетчер. Устройств. Системное устройство. Опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем pkm и отключить устройство. Нажимаем поиск. Пишем Xbox Game Bar. Настройки. Создание клипов. Если галочка у тебя стоит на записывать в фоновом режиме, ты ее обязательно отключаешь. Далее закрыть и закрыть. Теперь нам нужно сделать небольшую настройку и оптимизацию твоей видеокарты. Для этого открываем наш архив. Настройка видеокарты. Здесь у нас находятся три папки для разных видеокарт. AMD, Intel и Nvidia. Начнем с Nvidia. Первый подпункт. Открываешь. Выбираешь свою систему. И качаешь последнюю версию драйверов. После того, как сделаешь установку, перезагружаешь свой ПК и открываешь Nvidia Driver Settings. И по картиночкам делаешь уже настройку. Если видеокарта у тебя от AMD, то же самое. Открываем первый подпункт. Качаем последнюю версию рекомендованных драйверов. Делаем установку. Только minimal install. Перезагружаем ПК. Открываем AMD Driver Settings. И снова же делаем настройку по картиночкам. По сути, здесь ставим киберспорт. И две самые важные функции, которые нужно отключить и оптимизировать. Если у тебя встроенное графическое ядро от Intel, открываем папку. Здесь у нас две картиночки. И делаешь настройку. Открываем папку очистка. Delete Temp Files. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift, Delete и Да. Возвращаемся назад. Открываем папку Delete Temp Files. Выделяем все файлы. Shift, Delete. Да. Нажимаем отмена. Возвращаемся назад. И открываем диск CleanUp. Выбираем диск C. Окей. Нажимаем на очистить системные файлы. Снова выбираем диск C. Окей. Ставим везде галочки и нажимаем Окей. Нажимаем ПКМ на MSI Mode. Запуск от имени администратора. Да. Выбираем нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. Далее приоритет мы выбираем High. И нажимаем Apply. Настало время для твиков реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть бэкапы. Если допустим ты отключил Xbox DVR. И тебе нужно будет его включить. Заходишь в бэкап. И вот эти 2 файлика возвращают Xbox Game Bar в исходное состояние. Тут же есть для рукастых. Красиво расписал для тех кто любит почитать. И в картинках. Ничего сложного нет. Я думаю каждый из вас с этим разберется. Первые 2 файла реестра. Отключают Xbox DVR. Многим кстати бустит около 20 кадров. Нажимаем PGM слияние. Game DVR 2 PGM и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния. Нажимаешь 2 раза LGM либо через Enter. То и запускаешь как обычное приложение. Отзывчивая система PGM слияние. Сетевой троттинг мы пропускаем. И системный приоритет тоже PGM и слияние. В нашем архиве открываем ярлык Xbox Game Bar. Сам Xbox мы конечно же отключаем. Игровой режим оставляем включенным. Записи. Все что здесь у тебя будет указано. Все это ставишь на самое минимальное значение. Далее нажимаем главное. Конфиденциальность. Опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть 2 варианта. Отключаем все фоновые приложения. Либо отключаем те фоновые приложения которые мы не используем. Такие как Xbox, Xbox Game Bar. Калькулятор, камера, карты. Все это можно спокойно отключать. Я лично отключаю все фоновые приложения. После всех этих настроек залетаешь в игру и наслаждаешься. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.